Чеширский кот, гусеница Абсалем, Безумный Шляпник и другие персонажи известного произведения Льюиса Кэрролла встретили ребят на дворовой площадке Клуба Мечта. Там проходил тематический квест по мотивам Алиса в Стране Чудес. Дети погрузились в атмосферу сказки и без труда преодолели все испытания. Мы должны были ходить по разным станциям, выполнять задания. Мне кажется, самая сложная станция была, где нужно было играть в шахматы у Белой Королевы. Были дети, которые не умели играть в шахматы, они нам помогали, объяснили, как ходят, фигурки, которые мы ходили. Играя разных персонажей в театральных постановках, Дарья Закатова старается не только подлинно изобразить героя, но и добавить что-то от себя. В этот раз Даша предстояла сыграть роль Красной Королевы. Красная Королева – это плохой герой, если можно так выразиться. И в фильме она играла роль главного злодея. Она немножко сумасшедшая, если можно так сказать. И она противостоит своей сестре Белой Королеве. За власть они борются. Ребятам предстояло преодолеть семь станций. На каждом этапе их ждали персонажи сказки, которые подготовили для участников разные задания. В финальном поединке ребятам нужно было победить дракона Бармаглота. Самым сложным оказался конкурс с игрой в шахматы. Поскольку это довольно-таки сложная игра, она требует больших тренировок все-таки. И тем более эти шахматы, вы видели, они были укорочены на таком варианте. Это ходили только кони. И здесь нужно было логически простраивать путь. Ребятам это было довольно-таки сложно. Квест по мотивам известной сказки Льюиса Кэрролла удался, считают организаторы. Ребята поработали в команде, повеселились и узнали много нового. В конце всех участникам ждали сладкие призы и фото с персонажами. Спасибо!